Москва и Абу-Даби определили общие цели в Сирии. Именно вокруг этого ближневосточного кризиса вращалась большая часть переговоров Владимира Путина с саудовским принцем Сальманом Аль-Саудом, которые состоялись в Сочи. Чуть ранее об отношениях с Дамаском российский лидер говорил с представителем еще одного крупного игрока в регионе Арабских Эмиратов. У России с двумя этими государствами много совместных проектов, в том числе крупных экономических, инвестиционных, но по ряду политических вопросов, например, переходного правительства и президента Асада, позиции расходятся. И вот на фоне набирающей обороты военной кампании партнеры решили, что называется, сверить часы, чтобы еще раз обозначить, общий враг в Сирии – это террористы. Обо всем подробнее Евгений Лямин. Это событие широко не анонсировалось, но его значение сложно переоценить. В Россию на встречу с Владимиром Путиным прилетели заместитель Верховного Главнокомандующего Арабских Эмиратов наследенный принц Абуддаби Мухаммед Аль-Нахайян и саудовский министр обороны принц Мухаммед Бен Сальман. Президент встретился с ними в Сочи. Борьба с терроризмом, сотрудничество стран в военно-технической области – темы, которые обсуждались за закрытыми дверями. Но, конечно, главной стала обстановка в Сирии. Позже некоторые детали переговоров раскрыли министры иностранных дел России и Саудовской Аравии. Было подтверждено полное совпадение тех целей, которые Саудовская Аравия и Российская Федерация преследуют в отношении Сирии. Это, прежде всего, конечно, недопущение того, чтобы в Сирии восторжествовал террористический халифат. И вторая цель, которую мы разделяем с нашими саудовскими друзьями – обеспечить, чтобы в Сирии восторжествовало национальное примирение, чтобы произошел, как можно скорее, политический процесс, который в конечном итоге приведет к тому, чтобы все сирийцы, независимо от их этнической, конфессиональной принадлежности, чувствовали себя хозяевами своей страны. И президент Российской Федерации, и преемник наследного принца сегодня подробно, откровенно обсуждали те шаги, которые могут приблизить нас к скорейшему началу такого политического процесса. Запуск общесирийского диалога как единственный путь разрешения конфликта – остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Необходимо создать условия, которые будут способствовать политическому урегулированию. Все это прописано в Женевском коммунике по Сирии от 2012 года. Главная цель наша с российской стороной – это найти пути активизации и найти общие платформы для выполнения Женевского коммунике с тем, чтобы сохранить единое сирийское государство, чтобы все части этнические, конфессиональные жили в мире и согласии. И мы намерены и далее продолжать с российскими друзьями работать вместе для того, чтобы сохранить единое сирийское государство, сохранить государственные структуры, в том числе и военную часть, для того, чтобы обеспечить будущее для этой страны. Безусловно, будущее Сирии зависит в первую очередь от того, насколько эффективна будет борьба с боевиками так называемого «исламского государства», запрещенной в России террористической организации. Только после победы над террористами можно говорить о политическом процессе урегулирования конфликта в Сирии. Без России победить ИГИЛ не получится, и это уже очевидно. Спустя неделю точных авиаударов по штабам и базам боевиков, а также боевого применения крылатых ракет «Калибр» российскими моряками из Каспия в минувшую среду сирийская армия объявила о начале широкомасштабного наступления, отбивая у террористов улицу за улицей, город за городом. Конечно, такое развитие событий не могло не приковать внимания всего мира. Что касается военных операций, проводимых Россией на территории Сирии, мы высказали некоторые свои опасения, что можно трактовать эту операцию как союз между Ираном и Российской Федерацией. Но во время беседы наши российские друзья объяснили, что главная цель – это борьба с ИГИЛ и терроризмом. Мы подтвердили понимание тех озабоченностей, которые испытывают в Саудовской Аравии в том, что касается тех целей, которые поражают российские военные в Сирии. С нашей стороны была выражена готовность, которая нашла встречный отклик со стороны преемника наследного принца, готовность к тому, чтобы максимально тесно стали сотрудничать наши военные, представители специальных служб, чтобы не было никаких сомнений в том, что цели, по которым работает российская авиация, являются целями ИГИЛ, Джабхата Нусра и прочих террористических группировок. После того, как будут уничтожены группировки террористов, в этой стране начнется политический процесс. По заявлению главы российского МИДа Сергея Лаврова, конечная цель – скорейший запуск общесирийского диалога, которому должны способствовать все внешние игроки, имеющие влияние на те или иные политические силы в Сирии. И такие договоренности, как сообщается, были достигнуты. Вообще, эта встреча дает новый виток более тесному взаимодействию двух стран по вопросу политического процесса, как в Сирии, так и в целом на Ближнем Востоке. А также в вопросе противодействия терроризму.